Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Сегодня мы с вами поговорим о тех карабахских вопросах, которые остались нерешенными и которые тем самым создают сегодняшние проблемы и угрозы азербайджанскому обществу и суверенитету государства. Это те вопросы, от решения которых зависит жизнь, стабильность и развитие в регионе. И наоборот, откладывание этих вопросов только усилит напряжение, дестабилизацию и возможны террористические акты и диверсии в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, а также возможное создание провокаций для сталкивания лбами российских миротворцев и азербайджанских военных, что мы уже с вами наблюдали. Три месяца тому назад, 9 ноября прошлого года, Азербайджан победил врага и вследствие разгрома войск и поднятия оккупантам белого флага было подписано трехстороннее соглашение, но, к сожалению, оно оставило больше вопросов и скорее было соглашением о перемирии, нежели договором, который окончательно ставит все точки над «и». Также были поставлены новые вопросы как к миротворцам, так и к непонятным людям, до сих пор находящимся у руля в Ханкенди, на которых необходимо судить за терроризм. Возможно, поэтому Араик Арутюнян так лобезает и обнимает своего друга Рустама Мурадова, ведь благодаря защите российских миротворцев, террористы не находятся на скамье посудимых. Согласно международным нормам, вся территория Карабаха, включая и Ханкенди, является территорией, принадлежащей Азербайджану. В городе Шуша на данный момент азербайджанская администрация и армия. Это означает, что так называемая армия и власть самопрозглашенного Арсаха больше не имеет никакой силы в Шуше и даже не сунется туда. А какая разница между Шушой и Ханкенди? Разница лишь в том, что в Ханкенди будут находиться российские миротворцы для поддержания мира и все. Точка. И в Ханкенди также должна быть азербайджанская армия, азербайджанская администрация и азербайджанские паспорта. Просто вместе с азербайджанцами за порядком будут следить и миротворцы. Ведь даже само армянское правительство сказало, что если бы не капитуляция, то азербайджанские танки в течение суток были бы уже в Ханкенди. Но армяне просто подняли белый флаг. И это еще один повод в пользу неизбежности ввода азербайджанской власти в Ханкенди. Другой вопрос в том, что для России, как для геополитического субъекта, такое положение дел очень выгодно. Так как она тем самым укрепляется на Южном Кавказе и получает инструменты для манипуляций как армянской, так и азербайджанской стороной. По сути, цель миротворцев это поддержание мира. Но как мы видим, постепенно российские миротворцы заменяют администрацию и обязанности самопризнанного Арсаха на самих себя. А Ханкенди потихоньку становится похож на провинцию Российской Федерации. Так как они взяли на себя ответственность за все, они и кормят армянских беженцев, и строят им дома, и развивают инфраструктуру, и чистят коробах от армянских мин для тех же самых армян, которые их и ставили. И если мы посмотрим на так называемого президента без государства Араика Ротюняна, то складывается впечатление, что он просто номинальная фигура, некий болванчик, который существует просто как декорация на сцене. И мы не раз видели, как происходит попустительство и легкомыслие российских миротворцев в отношении вооруженных армян, которые могут спокойно разъезжать с автоматом в машине, могут прятать и хранить оружие, зная, что российские миротворцы пока что не имеют права обыска личного жилища. Если у армян есть оружие, то зачем вообще нужны миротворцы? Может совершенно для других целей? Как было написано в соглашении, в Лачинском районе будет действовать коридор шириной 5 километров для связи Карабаха с Арменией. Он будет контролироваться российскими миротворцами. Теперь стало очевидно, что через Лачинский коридор может проехать любой террорист и боевик. Почему Лачинский коридор не контролируется азербайджанскими военными и таможней? Ведь это мина замедленного действия. Мы прекрасно знаем, что террористическая и нацистская партия Дашнаксютюн является узаконенной партией в Армении. И что можно ожидать от их активистов, кроме провокаций и терактов? Так как они занимались этим всегда, еще со времен империй и первыми стали совершать теракты в СССР. Их реваншистская политика никогда не позволит смириться с поражением, а сейчас самое лучшее время для них, чтобы готовить теракты и диверсии. Они и так уже пытались столкнуть лбами российских миротворцев и азербайджанских военных, когда намеренно не указали местонахождение армянских диверсантов в трехстороннем соглашении. Так они могут готовить почву для невозможности мирного сосуществования армян и азербайджанцев. Остальные вопросы, как демаркация границ, которую необходимо делать именно по советскому образцу, сантиметр в сантиметр, и решение транспортных вопросов и коридора Нахчевань – это также немаловажная тема. Необходимо наконец-то поставить точку в вопросе сухопутного соединения Азербайджана. Но главный остающийся вопрос – это вопрос так называемого статуса, который сейчас в аду, как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Никакого статуса уже не может быть, тем более если целостность так называемого виртуального НКР была нарушена. Этого вымышленного территориального деления НКР уже не существует даже для армян, только если в интимных фантазиях президента без государства Араика Рутюняна. Цель российских миротворцев – это сохранение мира в регионе, а не попускание созданию мин замедленного действия и точек напряжения. А что бы этого не было, там, где российские миротворцы, должны быть и азербайджанские военные, и в Лачинском коридоре, и в Ханкенди, и везде, где проживают армяне. Азербайджан не заинтересован в дестабилизации обстановки и ущемлении прав армянских беженцев. Но где азербайджанские беженцы, почему о них все молчат? Нужно ставить вопрос о возвращении азербайджанских беженцев свои очаги. Чем армянские беженцы, которые остались без жилья на несколько недель, лучше азербайджанских беженцев, которые навсегда потеряли свои дома на 30 лет, и многих из которых уже нет в нашем мире, и они так и не смогли увидеть вновь свои родные края. Готовится очередная трехсторонняя встреча, касаемая Карабаха, и именно эти вопросы должны быть окончательно решены. А если они решены не будут, то это будет опять превращаться в непонятную многолетнюю возню, провокацию диверсий, что и было в течение 30 лет. Но последние события показали, что когда у Азербайджана кончается терпение, то в ход идут байрактары, и похоже это единственное оружие аргументации в отношении лжи, нацизма и терроризма.